Под открытым небом и при полном аншлаге, так в Твери прошло выступление камерного ансамбля солисты Москвы под руководством Юрия Башмета. У горожан была возможность послушать знаменитые на весь мир классические композиции в исполнении лучших музыкантов. А сам Юрий Башмет в рамках масштабного фестиваля искусств провел мастер-класс для учащихся детских музыкальных школ Твери и области. Есть понятие «подхватить смычок», «помпарок», 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 «помпарок». То есть взять дыхание там, где это не обязательно, ты могла бы пирать, пирать, пирать. Даже несколько тихих и вкратчивых слов от музыканта такого масштаба, как Юрий Башмет, юными профессионалами воспринимаются как откровение. Студентка первого курса Московского музыкально-педагогического института Ипполитова-Иванова Ангелина Сорока скрипкой занимается 7 лет. Девушка признается, что старается не упускать возможность получить пару-тройку ценных советов от именитых коллег по цеху. Как известно, музыкальное советское образование, оно было самое лучшее. Самое лучшее. И вот сейчас пытаешься ухватить вот эти вот советы ценные, которые кто-то кому-то дал в те времена. Потому что сейчас, к сожалению, музыка не то чтобы отходит на второй план, но она требует, так скажем, возобновления своей работы, что ли. Вместе с Ангелиной советы, пожелания, а иногда даже и критику народного артиста СССР Юрия Башмета слушали учащиеся детских музыкальных школ Твери и области. Участниками занятия стали одаренные дети из Твери, Кимр, Ржева, стипендианты и обладатели премии губернатора Тверской области. Лауреаты всероссийских конкурсов. Как признался Юрий Башмет, в работе с молодежью он всегда старается придерживаться индивидуального подхода. В каждом случае это по-разному происходит. Кому-то уже можно говорить об истории Ромео и Джульетты, а кому-то это рано и может вообще не надо. В данном случае там есть такие технологические проблемки, которые вот в первую очередь надо это исправить. Помимо мастер-класса в рамках фестиваля искусств в Твери также прошел большой концерт классической музыки. Под открытым небом на площади славы его зрителями стали работники сверхздоровоохранения, образования, социальной защиты населения, а также ветераны и многодетные семьи. Для них на сцене выступил камерный ансамбль солисты Москвы под руководством главного дирижера Юрия Башмета. В программе концерта прозвучали произведения Чайковского, Паганини, Моцарта и других отечественных и зарубежных композиторов. Мы любим классическую музыку и ждали, когда к нам приедет Башмет. Это уровень международный. И ждали, конечно, в Москву-то не съездить, а здесь-то нам очень хотелось послушать. А сейчас очень мало таких хороших мероприятий в связи с этой пандемией. И вот маленького тоже прививаем к хорошей культуре. Такая возможность представилась, увидеть такой концерт знаменитого Юрия Башмета, поэтому решила обязательно сходить. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, Верхний Волжья является одним из центров музыкальной культуры в стране. Ежегодно принимает всероссийские и международные фестивали. В том числе новой традицией стали летние музыкальные концерты под открытым небом в столице Верхнего Волжья. Впервые выступление народного артиста России Юрия Башмета в рамках фестиваля искусств состоялось в 2018 году на театральной площади в Твери. Произведение Петра Ильича Щекковского исполнил симфонический орхестр «Новая Россия». А уже в 2019 году перед жителями и гостями столицы Верхней Волжья маэстро Юрий Башмет выступил с камерным ансамблем солиста Москвы.